Что такое жалкий, грустный, прекрастинирующий ГМ? До начала сессии всего полчаса ты так и не придумал интересный захватывающий бой, потому что всю прошлую неделю ты мечтал о совершенно другой кампании, которую хотел бы провести, но никогда не сможешь, потому что ты застрял в состоянии между подготовительными работами и депрессией. Ничего страшного, все знают, что вне зависимости от своей простоты, бой будет длиться вечно, благодаря магам и чувакам, сидящим в телефонах. И в целом бой нужен лишь для того, чтобы потянуть время, пока ГМ прерабатывает следующую часть сюжета. А, ну и конечно, чтобы показать какое-то изображение той херни, с которой все дерутся, и за которую ГМ заплатил три штуки художнику или изготовителю фигурок. Или вы можете взять ближайшую вещь на полке и сказать, поебать, сегодня мы сражаемся вот с этим. Добро пожаловать в херовый гайд по ДНД. Гоблины это практически маскоты подземелья и драконов. Знаменитые из-за бытия пушечным мясом для ранней и средней стадии игры, чистоту респавна как у морского конька, играющего в шутер, и превосходственно кобальдами по всем параметрам. Гоблины это то, что вы вставляете, когда у вас нет идеи о том, с чем должна встретиться ваша партия, потому что они так толсто намазаны по всем мирам, что все смирились с тем фактом, что гоблины везде. Ладно, я взял молочко с печеньками для игры, тир открываю холодильник, кладу молочко где и мой мясо, закрываю холодильник, иду за стороны. Боже, право, что за нах? Гоблины были созданы хаб-гоблинами, которые резко обледелись и решили вывести поколение бедных чертил, на которых можно спихнуть всю работу, после чего обвинять их в развале экономики, в которой гоблины не принимают участие. Впоследствии это выделилось в гоблинские племена, где самый большой мудак становится главным, а все остальные привыкают к тому, что к ним относятся как к работнику магазина. Но это не значит, что все гоблины жалкие зеленые маппеты, дайте кучу гоблинов время на подготовку засады, и даже простейший их отряд превратит в восьмиуровневую партию впоследствии ужина в Вайт Кэссел. Потому что их культура построена на налетах, будто это соревнования. И у них есть привычка бросать себя в первую увиденную штуку, в ухо которой можно легко откусить. Также они типа умные, их лидеры берут первые места в соревнованиях по кандикраш, и вся раса постоянно приучает осиловать таких существ, как варги. Волки-перероски, которые постоянно злятся на людей, которые воруют их картинки с инстаграма. Если вы решите сыграть за гоблина, вы получите немного ловкости и выносите за то, что вы шустый и стойкий мелкий гремлин, и способность быстро съебаться из боя, как будто ты в гостях у друга, и вдруг его родители начали ругаться. Ярость маленьких, когда ты бьешь противника ниже пояса, делая его голос выше на количество октав, равное твоему уровню. Это общая идея того, кем должны быть гоблины в запытных мирах. Но это ДНТ, то есть тело моет больше правил, чем пекс на же Югио. И тот факт, что гоблины могут адаптироваться к любой среде и ситуации, означает, что нет границ тому, как они могут выглядеть, и для чего могут быть использованы. Их можно сделать бездумными монстрами для забивки пустых комнат подземелья, или милых засранцев, которых партия хочет установить, как только завидит. Или сделать неожиданно привлекательными настолько, что ты задумаешься, нашел ли ты новый фетиш, или просто разбудил то, что всегда было внутри тебя. Также можно их использовать как бесконечный запас экспы для группы, источник двойственных чувств от того, что они давят кучку мелотичных существ, которые просто делали свои деля и хотели сипотать кулюв, и не плавали мое сладенькое колтош... Ах, ты сукин сын! Теперь умейте использовать гоблинов. Буя! Субтитры создавал DimaTorzok